Областная система оповещения состоит в общей сложности из более чем 300 элементов и проверяется не реже, чем дважды в год. Управляется она из диспетчерского центра, который сплетает воедино все информационные нити. Решение о включении сигнала принимается на самом высоком уровне. На территории всех городов и районов области установлены сирены и сиреноречевые установки, которые по указанию главы администрации области, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, либо начальника главного управления МЧС России по Тамбовской области, приводят в действие оперативной дежурной ДДС области. Система прошлого поколения морально устарела, и ей на замену пришли 255 новых установок. Они работают с начала этого года и позволяют передавать как звук сирены, разносящиеся на километры, так и голосовые сообщения. Для некоторых ситуаций есть заранее записанные заготовки, но на непредвиденные случаи всегда остается возможность прямой трансляции с микрофона. Параллельно с этим комплексом работают 60 установок системы «Вестник». Данная система позволяет производить оповещение населения, которое проживает в населенных пунктах, подверженных опасности возникновения лесных пожаров в пожароопасный период или затоплению в период весеннего паводка. Насколько исправно работает региональная система оповещения, слышно и в самом диспетчерском центре. Сирена над заводом «Комсомолец» заставила прислушаться весь юг Тамбова. На площади перед «Кристаллом» заговорила сиренная речевая установка. Характерный сигнал здесь предваряет голосовое сообщение. «Внимание! Граждане! Производится техническая проверка системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие и порядок». Услышать сирену только полдела важнее ясно представляет свои дальнейшие действия, будь то в военное время или в природной катастрофе. «А что необходимо делать, когда услышали систему оповещения?» «Бежать, прятаться». «Что надо делать, когда слышите такую сирену?» «Я вот сижу и сижу». «Мы в панику не бросаемся, наше поколение. Мы были на Смольничье, когда война началась, не такое слыхали. И бомбежки, и убивали нас, и все, и в плент к ним попали. Так что это нас не пугает. Ну что, ну, тревога воздушная. Как бы случится, что бежите в бомбоубежище». Сейчас мало кто готов показать бескональные знания сигналов гражданской обороны. Но одно правило запомнить стоит. Первое, что вы должны незамедлительно сделать, это включить ваш телевизор. В смартфоне, в автомобиле или дома. Региональная система оповещения позволяет перехватывать телевизионный сигнал. И на первых десяти каналах мультиплекса вы увидите подробнейшую информацию о случившемся. Врезки в телевещании также тестируют, но в ночное время. Будьте готовы, испытания региональной системы оповещения продолжатся и завтра. Павел Ярасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.